Доброе утро! Тайванец Чен Фон Кшен ухудрился сделать надпись на крылышке мухи. И это не единственный рекорд художника-микро-миниатюриста. Стихотворение на зубной нити, портрет на семечке из арбуза, кунжута или песчинки. Кажется, писать и рисовать он может на чем угодно и как угодно. А те, кто аккуратно выводит палочки до крючочки, подробнее в нашем сюжете. Слово «каллиграфия» с греческого переводится как «умение красиво писать». Кроме того, это особый вид искусства, овладеть которым не так просто, как может показаться на первый взгляд. Чтобы освоить хотя бы несколько несложных шрифтов, необходимо хорошо набить руку. В «каллиграфии» это искусство. Это как, например, учиться играть на рояле. Сначала отрабатываешь технику, мастерство, а потом уже, когда ты забудешь обо всем этом, начинается искусство. Стилистика «каллиграфии» тяготеет либо к ясности очертаний, возможности чтения на расстоянии, либо к экспрессивному скорописному курсиву. Есть и еще одна крайность – обращать буквы в декоративные узоры на бумаге. Каждый человек в этих иероглифах, начертаниях, находит для себя отражение собственной индивидуальности. Выразить свою собственную индивидуальность помогут перья, кисти, бумага и тушь. Этот стандартный набор «каллиграфа» китайцы называют «драгоценностями ученого». А уж видов этих драгоценностей масса. Одних только видов стальных перьев не меньше десятка. Кстати, именно бумага вдохновляет художника. Прежде чем замахнуться и сделать первый штрих, «каллиграфист» рационально изучает изобразительное пространство. Чаще всего используют лощеную бумагу. И чем выше в ней процент содержания древесной коры, тем лучше. Но такую бумагу трудно найти. В основном для письма выбирают классическое сочетание белого листа и черной туши. Не менее эффективно смотрятся и другие контрастные цвета, особенно с верно подобранным шрифтом. Я придумал афоризм о каллиграфии, который занимаюсь десятки лет. Хотите его услышать? Каллиграфия — это геометрия души, которую можно выразить физически. Для меня в этом предложении доложена суть этого искусства. По мере распространения книгопечатания, машинописи и компьютерного набора, каллиграфия постепенно утрачивала свое изначально прикладное значение. Сегодня искусство письма воспринимается больше как явление эстетическое. Ему можно обучиться, ведь писать от руки мы учимся еще с детства. Во взрослом возрасте этот навык можно совершенствовать до бесконечности. Каллиграфию можно сравнить с музыкой, поэзией, живописью. Это дыхание общества, а общество не может развиваться без получения новых знаний. Пусть даже эти знания хорошо забыты и стары. Искусство каллиграфии в 21 веке переживает свой ренессанс. А у меня на сегодня все. Напоминаю, активно жить не запретишь. Оставайтесь на ЛТВ, скоро увидимся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...